Спасибо. Я очень рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре и хочу пригласить вас в путешествие по страницам нашего сайта, в ходе которого мы с вами разберём всё самое интересное, что есть на сайте, познакомимся с проектами, самыми интересными и значимыми проектами, которые есть на арт-портале «Мировая художественная культура». И первое, с чего хочется начать, это вкратце рассказать о том, что же такое арт-портал. Это один из крупнейших образовательных русскоязычных проектов в русском сегменте интернета, который посвящён искусству. На нашем сайте собрано более 70 тысяч изображений, причём я хочу обратить внимание, что эти изображения, они представлены в очень хорошем разрешении. Некоторые из них даже имеют гигапиксельный размер, что позволяет рассмотреть их даже в самых мельчайших деталях. Мы разместили изображения не только живописи, но здесь вы можете увидеть ещё фотографии, скульптуру, архитектуры, театрально-декорационное искусство, графику, книжную графику и так далее. То есть у нас очень много, большой контент. И помимо изображений, на сайте у нас очень большая база текстов. И в первую очередь это, конечно же, биографии выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров разных видов искусства. Помимо этого у нас есть ещё статьи, посвящённые эпохам, стилям, направлениям, жанрам. И есть также ещё богатая подборка информации, касающейся коллекции музеев. В настоящее время у нас описано более тысячи музеев, то есть там содержится информация, когда был основан музей, кем основан, как происходило формирование коллекции. И такая самая полная информация, которая существует. Помимо этого на сайте большая часть изображений, которые представлены, имеют описание, текстовое описание, которые раскрывают историю создания произведения, открывают какие-то моменты бытования того или иного шедевра. Также дополнено это всё деталями из биографии художника для того, чтобы читатель, пользователь мог представить значимость этой работы. То есть не просто поверить нам на слово, что это шедевр, а самим понять, почему это шедевр. А ещё хочу особое внимание уделить тому, что все тексты, которые представлены на нашем сайте, они уникальны. Они созданы только для арт-портала. И над ними работали профессиональные искусствоведы, которые работают в крупнейших институтах и музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому информация, которая представлена на сайте, она имеет достоверный, в первую очередь, достоверный характер. И, соответственно, те выходные данные, которые вы видите около каждой картины, например, это название, год, создание автора, техника, размеры, местохранение, это всё отвечает истине, и здесь не нужно прилагать пользователю дополнительных усилий, чтобы найти эту информацию или проверить. Следующий слайд, который я хочу вам показать, он говорит о том, кому будет интересен и полезен наш сайт. Конечно же, людей, которые увлекаются искусством, любят искусство, изучают его, очень много. Но в первую очередь мы наш сайт адресуем учащимся общеобразовательных школ, художественных школ, также студентам профильных вузов и колледжей. И будет интересен наш сайт, интересен и полезен преподавателям, как школьным, так и вузовским, но в школьном, наверное, всё-таки в большей степени. И это прежде всего преподаватели мировой художественной культуры, искусства, музыка, история, литература. Ну и, в принципе, те творческие учителя, которые могут найти неординарный подход к ведению своих предметов, чтобы сделать им более интересными и запоминающимися для школьников и студентов. Помимо этого, конечно же, сайт будет интересен всем любителям искусства, потому что на сайте содержится действительно большое количество информации. Ну и, конечно же, сайт интересен художникам, дизайнерам, скульпторам, архитекторам, искусствоведам и культурологам, в первую очередь, потому что действительно это связано с их непосредственной профессией. И художники, дизайнеры, они на нашем сайте могут найти большое количество изображений, которые могут послужить для них вдохновением и быть использованными ими как референсы. Искусствоведы и культурологи, конечно же, обратят внимание на нашу арт-библиотеку, потому что в ней представлено большое количество книг по искусству и культуре разных эпох, что, безусловно, является очень удобным, что человеку не нужно ходить по разным сайтам, искать какую-то нужную ему книгу, все находится на арт-портале, все это очень просто и доступно. Вот, а теперь давайте перейдем непосредственно к рассмотрению того, как же устроен наш сайт. И вот мы с вами сейчас находимся на главной странице сайта. И я здесь выделила основные зоны навигации, которые позволяют нам осуществлять быстрый доступ к тому или иному разделу. Ну, давайте начнем с вами с вертикального раздела. Вот он здесь представлен в правой части экрана. И это такие кнопочки, на которых есть рисунки, для того, чтобы можно было легко ориентироваться. Всякий раз, когда вы будете заходить на сайт, подведя курсор к тому или иному изображению, у вас появится всплывающая подсказка, которая не позволит вам ошибиться в выборе нужного вида искусства. Ну, здесь на слайде я их пометила. Это живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационная и книжная миниатюра. То есть, как вы видите, это крупные разделы по видам искусства. Нижняя строка навигации, она вот представлена здесь внизу. И здесь мы видим основные разделы нашего сайта. Это арт-учебник, авторы, страны, жанры, музеи, эпохи и стиля, арт-библиотека, иртотека. В общих словах мы сегодня о них поговорим, узнаем, что скрывается в том или ином разделе. Есть еще один элемент навигации. Он находится вот здесь, в правом верхнем углу. Это такой кружок с точками, который ведет на страницу меню, где собрана вся система навигации для наших пользователей. Еще хочу обратить ваше внимание, что здесь же, в верхнем правом углу, есть кнопочки «Зарегистрироваться», «Войти» и «Купить подписку». И для успешной, плодотворной, приятной работы с сайтом, конечно, желательно приобрести подписку. Она стоит совершенно недорого. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Но пользователь, который приобретает эту опцию, он получает полный доступ ко всем разделам сайта. Но также, если вы просто зарегистрируетесь на сайте, все равно у вас будут уже некоторые привилегии перед простыми пользователями, незарегистрированными. Например, вы сможете скачивать и просматривать изображения в большом разрешении, а также читать описания, которые представлены на сайте. Вот так выглядит меню, если мы на него кликнем. То есть здесь, как я уже сказала, представлены все крупные разделы сайта. И теперь мы с вами смотрим на страницу раздела «Живопись». Мы вот кликнули с вами вот сюда на эту кнопочку, которая как раз-таки обозначает «Живопись», и перешли в галерею «Живопись». И здесь мы с вами видим то, что система показывает нам количество изображений. И вот в данный момент на странице «Живописи» размещено 21 668 изображений. Хочу обратить ваше внимание на то, что большее количество привил, вот этих маленьких изображений, которые мы здесь с вами видим, обведены на такой вот бирюзовой рамочкой. Вот ее можно видеть вокруг каждого изображения, ну, наверное, на светлой картинке Кустодио как раз это вот хорошо видно. Эта рамочка дает пользователю понять, что это изображение имеет описание. Вот, ну, то есть таким вот нехитрым способом очень легко ориентироваться на сайте. И как вот мы с вами видим, да, вот на этих изображениях они не имеют подписи. Подписи появляются, когда мы с вами наводим курсор на понравившуюся нам картинку и всплывает вот такой вот уже большего размера превью, где как раз таки мы с вами видим автор, название произведения и год создания этого произведения. Таким образом, очень легко выбирать и подбирать для себя изображения. Вот, ну, так как мы с вами рассматриваем уже Кустодио с портретом Шаляпина, то я, условно говоря, кликнула на него, и вот мы с вами перешли на страницу этого изображения. И первое, что мы видим, всплывает окно, появляется такое окно, где мы видим уже достаточно большое изображение выбранного нами полотна. Хочу обратить ваше внимание на вот этот вот элемент, который позволяет нам увеличить изображение. Как вы видите, сейчас оно стоит на минимальном уровне. И вот на следующем слайде я показала, насколько сильно его можно увеличить. То есть вот здесь я перевела бегунок уже на максимально возможное разрешение. И вот мы с вами видим портреты Марфы и Марии, дочерей Фёдора Шаляпина. И вот чтобы нам было понятно, какой фрагмент мы смотрим, вот на нашем инструменте мы видим вот такое вот окошечко, которое как раз-таки показывает, какой фрагмент сейчас находится на экране. И разрешение действительно большое. Мы с вами можем посмотреть даже надпись на афише, которая находится за певцом. Ну и даже если смотреть маленько превью, то наличие этой афиши, ну, фактически даже остается незамеченным. Здесь же еще расположены такие вот дополнительные кнопки возможностей для наших пользователей. Вот я их подписала, первое сердечко. Это вы можете добавить это изображение в свою собственную галерею. Вообще эта возможность, она очень интересна, в первую очередь, конечно же, для преподавателя. Потому что учитель может создать для себя галерею, назвать, допустим, по названию урока. И впоследствии, однажды потратив, ну, какое-то количество своего времени, он на протяжении многих лет может пользоваться однажды собранными этими коллекциями, что достаточно удобно. И быть уверенным, что подготовленный им материал, он не потеряется, не сотрется случайно с компьютера, или еще что-то с ним не случится. Следующая кнопочка, это у нас, если мы на нее кликнем, то появится информация об изображении. Следующая кнопка, она позволяет скачать изображение на свой компьютер. И скачать его, конечно же, мы предоставляем только для личного использования, для ознакомления, то есть не для коммерческого использования. Другая, последующая, последняя кнопочка, это у нас другие произведения автора, то есть мы сразу переходим с вами в галерею Кустотьева. Чтобы нам перейти к просмотру карточки этого произведения, нам нужно выключить, нажать на крест. Ну, все знаки, все кнопочки на нашем сайте, они интуитивно понятны людям. И, в принципе, я думаю, что никаких сложностей здесь не может возникнуть. И каждая кнопка, конечно же, еще снабжена всплывающими подсказками для вашего удобства. Вот. И теперь мы с вами перешли уже непосредственно на карточку изображения. Как вы видите, здесь мы опять-таки видим превью, видим кнопки скачать, добавить к галерею, как самые-таки ключевые и необходимые пользователи. И видим с вами подробную информацию о картине, то есть ее название автора, технику и размеры музеев, в котором она находится. И таким образом вот эти вот каталожные данные, они могут быть использованы для оформления и курсовых, и выпускных квалификационных работ, рефератов и так далее. То есть везде, где вам это понадобится. Помимо этого здесь еще представлено небольшое описание, рассказывающее непосредственно об этой картине. Здесь я для вас подчеркнула, чтобы обратить ваше внимание, имя автора и название музея. Сделала я это потому, чтобы обратить ваше внимание, что эти позиции на странице, они активны. То есть при желании вы можете кликнуть на название музея и перейти в раздел конкретно русского музея, раз мы говорим об этой работе, и посмотреть другие произведения, которые там хранятся, ну и, соответственно, почитать о создании коллекции, о том, как она формировалась. И еще одна активная ссылка здесь – это фамилия автора. То есть отсюда, из этой карточки, не возвращаясь в раздел живописи, мы с вами можем посмотреть и другие произведения Кустодиева. Ну вот, допустим, давайте с вами перейдем уже на страницу Кустодиева. И, как пишет нам система, у нас на сайте 88 его произведений. Но я хочу обратить ваше внимание, обычно пользователи как-то испытывают трудности в этом моменте. У нас есть фильтры на сайте. Они предназначены для того, чтобы вы могли более точно сортировать изображения по тем параметрам, которые вам нужны. И вот в данном случае, раз мы с вами перешли из живописи, то у нас включен фильтр живопись и фильтр автора. И если мы с вами выключим, нажмем на крестик и отключим раздел живопись, то здесь увеличится количество изображений, потому что система подгрузит для вас еще большое количество графических работ, которые выполнял художник. Извините, забыла сказать в следующий момент то, что имя художника у нас здесь тоже активно. И если мы на него кликнем, то мы с вами перейдем на следующую страницу, которая посвящена биографии Бориса Михайловича Кустодиева. Этот слайд является коллажом, я его специально сделала, чтобы вы могли себе более полно представить, что же мы имеем на этой странице. Биография очень большая, объемная, она рассказывает о всех периодах его достаточно сложной жизни. И внизу будет вот такой вот специальный блок рекомендаций к прочтению, где вы можете дополнительно еще ознакомиться с статьями о его творчестве. Эти книги вы можете посмотреть в нашей арт-библиотеке. Или же, если вам, допустим, они нужны в личное пользование, то приобрести на сайте издательства Директ Медиа. Ссылки там все рабочие, вы можете просто сразу перейти. Следующий раздел, о котором я хочу вам рассказать, это арт-учебник. Арт-учебник является своего рода сердцем нашего проекта, арт-портала. Здесь мы собрали все самое интересное, что есть на сайте. То есть мы отсортировали второстепенное от первого, для того, чтобы вы легко и просто, не теряя времени на какие-то вещи, которые стоит изучать после того, как ты постиг основные элементы искусства, основные понятия. И вот в арт-учебнике Соммер – все самое лучшее. Это статьи по эпохам и стилям, жанрам. Это описание шедевров мирового искусства. Также рассказ о коллекции выдающихся крупнейших музеев мира. И также рассказы о самих непосредственных художниках. Следующая закладка, с которой я вкратце хочу вас познакомить, это закладка «Жанры». И здесь у нас есть два раздела. Это то, что вы видите в верхней части. Это все жанры и основные жанры. Основные жанры – это, опять-таки же, выборка самых крупных, самых известных, самых значимых жанров в искусстве. А все жанры, они рассказывают, показывают все известные жанры. И вот во всех известных жанрах мы можем смотреть только лишь иллюстрации, в то время как в основных жанрах мы с вами можем ознакомиться еще и с текстовой информацией, которая представлена на сайте. Но, как вы видите, у нас жанры идут в алфавитном порядке. Они представляют такие вот карусели из изображений разных художников, разных эпох, разных культур. И для удобства пользователей, допустим, перед тем, как решить, хотите вы переходить, ну, допустим, в анималистический жанр, вы можете нажать на кнопку «Еще» и таким образом пролистать изображения, которые здесь содержатся. Еще хочу обратить ваше внимание на вот такой вот элемент, который украшает, ну, вот в данном случае, все три названия жанра, это рамочка с аббревиатурой «АУ». Она сообщает пользователям о том, что этот материал входит в арт-учебник, то есть является его непосредственным элементом. Теперь я предлагаю вам нажать, ну, как виртуально, условно, нажать на информацию о жанре и продолжить наше виртуальное путешествие по страницам арт-портала и перейти вот уже непосредственно к разделу «Анималистический жанр». Как вы видите, здесь представлена обзорная статья, посвященная этому жанру. И здесь наши авторы рассказывают о том, когда, как зародился тот или иной жанр, как он развивался, какие особенности он приобретал в той или иной стране. То есть вы получаете достаточно такой полный аналитический разбор этого жанра. Причем хочу выразить внимание на то, что статья написана в таком популярном ключе, но она написана профессиональным искусствоведом, который ориентировался на то, чтобы создать понятный контент для школьников и студентов, то есть для людей, которые только начинают изучать изобразительное искусство, его принципы. И поэтому она читается очень легко, она абсолютно понятна, хотя здесь сохраняются термины, но наши авторы их все очень подробно, четко и понятно, самое главное, объясняют. И поэтому никаких проблем, и тем более не возникает необходимости у школьников и студентов пойти на какой-то сторонний сайт для того, чтобы разобрать непонятное им слово. И еще на этой странице расположены два фасета. Это жанры в странах и жанры в шедеррах. То есть вот мы с вами переходим на страницу жанр в странах. И опять-таки же мы с вами видим тот же самый принцип, который до этого – это галереи карусельного типа. И по алфавиту расположены страны. И, соответственно, в каруселях мы видим уже выборки, ну, допустим, только лишь анималистические жанры, созданные художниками Голландии. Или же немецкими художниками. Это довольно-таки удобно, когда ты не тратишь время даже на сортировку на сайте. Уже все за тебя сделано, сортировано. Следующий раздел нашего сайта – это эпохи стиля. Это, наверное, один из ключевых разделов нашего сайта. Он точно так же, как и жанры, авторы имеют деление на все стили и основные стили. Мы сейчас с вами находимся в разделе «Основные стили». То есть тот раздел, где мы имеем возможность почитать тексты, рассказывающие нам о том или ином стиле. Опять мы с вами видим рамочки АУ и видим информацию о стиле. И мы с вами перешли на страницу модерна. Это опять-таки же калаш для того, чтобы вы представили, какие элементы здесь находятся. И первое, на что мы обращаем внимание, когда смотрим на калаш, то это вот этот вот большой элемент. Это видеоролик. Все наши эпохи и стили, они снабжены профессионально сделанными видеороликами, которые посвящены саму или иному стилю или направлению. Здесь профессиональные актеры, которые облачены в костюмы той эпохи, о которой они рассказывают, очень ярко, живо, эмоционально, повествуют нам о развитии того или иного стиля. На странице стилей и жанров представлены большие обзорные статьи, посвященные данному стилю. Есть изображения, есть цитаты известных людей, что, конечно же, очень оживляет изучение такого достаточно сложного для школьников материала. Когда вы только переходите на страницу выбранного вами стиля, вы попадаете на обзорную статью, которая рассказывает о как формировался, когда формировался тот или иной стиль, как он развивался в разных странах. Но если с жанрами там все более или менее понятно, но у нас есть только живописи или иногда скульптура, которые этими жанрами пользуются, то стили более разнообразны, и они могут проявить себя в таких видах искусства, как архитектура, скульптура, живопись. И вот на нашем сайте представлены отдельные разделы. Вот здесь это можно видеть. Фасеты стиля в архитектуре, стиль в скульптуре и стиль в живописи. И кликнув на выбранный вами раздел, вы окажетесь на странице, где будет помещено также видео по этой теме, и будет представлена иллюстрированная статья, которая рассказывает непосредственно о том, как этот стиль развивался в выбранном вами виде искусства. Также есть еще такой вот раздел, как авторы стиля, есть стиль в странах, и есть и стиль в шедеврах. То есть если мы с вами кликнем на авторы стиля, в данном случае мы перешли на авторов стиля модерн, то мы с вами получаем подборку мастеров, которые в этом стиле работали и проявили себя именно как художники, но в данном случае модерны. Здесь галереи достаточно полные, но если просматривать всю галерею авторов, то вы увидите, что здесь даже представлены те мастера, которые, допустим, стилю модерна уделили лишь эпизодическое внимание, допустим, в ранний период своего творчества. А мы все равно поместили его сюда, но только с теми работами, которые относятся к этому стилю. Также здесь есть пометка, что мы можем с вами почитать биографию этого мастера. Ну, как вы видите, у нас... Ой, извините. Все галереи, они унифицированы и сделаны по одному и тому же принципу, для того, чтобы не путать пользователей, и им было максимально удобно находиться на нашем сайте. Еще один проект, ну, наверное, очень интересный, такой самодинамически развивающийся проект нашего сайта – это «Артотека». И «Артотека» представляет пользователям величайшую возможность пролистать художественные альбомы в электронном формате. Это уникальный проект, который содержит в себе тексты, содержит большое количество иллюстраций. и в некоторых проектах есть мультимедийные элементы, которые делают изучение этого сайта более... этого раздела более таким увлекательным. «Артотека» – это своеобразный электронный журнал, который каждый месяц пополняется новым проектом. Тематика этих проектов очень разнообразна. Вот на этом слайде мы с вами видим, что здесь есть проекты, посвященные как творчеству отдельных художников, в данном случае Микеланджело Буанаротти, Шишкин, также художественным объединением, здесь представлены на зубновый валет, а также еще путешествия по мозаикам Равенны. Также у нас в «Артотеке» выходят обзоры выставок, которые сейчас проходят в крупных городах нашей страны, что тоже является очень интересным, актуальным для тех, кто не может лично их посетить. Но, в принципе, в последние полтора года это становится еще более актуальным, потому что все-таки ситуация, которая у нас происходит в мире, она ограничивает у нас возможности в путешествии, а вот «Артотека», она позволяет нам хотя бы прогуляться по выставкам и познакомиться с контентом. Вот на следующем слайде, он опять посвящен «Артотеке», только здесь я вам хочу показать, насколько разные бывают у нас проекты. И вот первый – это интерактивная карта. Это очень интересный формат проектов. он, ну, фактически это такое вот путешествие по карте, которое мы можем предпринять, погружаясь в искусство той или иной страны. Ну, в данном случае у нас искусство Китая представлено. И мы здесь можем читать информацию о том или ином периоде, знакомиться с богатейшим количеством подборок иллюстративного материала, описания этого материала. То есть знакомиться, ну, как бы реально погружаться в искусство. Ну, вот мой, наверное, самый любимый вид арт-проектов – это интерактивная карта. Она позволяет нам проникнуть очень глубоко в произведение искусства. Вот на данном слайде мы с вами видим разбор картины Иванова, явления Мессии. И вот эти вот серенькие флажочки, которые мы видим в большом количестве на данном слайде, говорят о том, что это текстовые фрагменты, которые поясняют или описывают или объясняют того или иного персонажа. То есть, ну, как вы видите, фактически всё, что изображено на данном произведении, включая первые планы, заканчивая самым дальним, автор данного проекта очень подробно, интересно описывает для того, чтобы мы могли рассмотреть все мельчайшие детали, даже те, которые, ну, в силу того, что как-то, может быть, общенаписанные или написаны на дальнем плане, скрываются от нашего внимания, даже когда мы стоим перед настоящим полотном в Третьяковской галерее. Ещё вот говоря об этом проекте, вот то, что касается именно Иванова, хочется отметить, что наш дизайнер, который его выполнял, он специально для пользователя того, чтобы он был более интересный, собрал этот проект таким образом, что сопоставил те элементы, те эскизы, которые Иванов в большом количестве выполнял перед созданием этого полотна с самими изображениями, которые здесь представлены. Мне кажется, что такой уникальный опыт у нас получился и очень целостное восприятие вот этого произведения искусства. И самый, наверное, распространённый вид наших проектов, так называемый лонг рит, когда мы с вами видим такую очень длинную ленту с текстами, описаниями изображений, большим количеством самих иллюстраций, которые могут стоять как внутри текста, так и представлены в виде слайд-шоу. И теперь я хочу рассказать вам о самом новом проекте, который мы только 10 июня этого года открыли и представили публике. Это непосредственно проект, который называется «Путешествие мечты». Мы его разместили в закладке «Страны». И здесь пока открыто всего лишь только 5 стран. Это Австрия, Индия, Мексика, Турция и Япония. Затем каждый месяц мы будем открывать всё новые и новые страны для того, чтобы вы могли познакомиться с культурой, традициями того или иного государства. В этих проектах мы собрали, наверное, всё самое интересное, что может заинтересовать пользователя. И вот рассказать о том же, как устроен этот проект. Я хочу на примере Турции, которая очень любима нашими соотечественниками как страна, где они проводят свой отпуск. И вот как раз таки в Турции, на примере Турции мы с вами и рассмотрим. То есть здесь точно так же, как в эпохах и стилях, в жанрах мы видим большой текст, посвящённый этой стране, который снабжён иллюстративным материалом. В тексте они вот такие маленькие, но если мы с вами кликнем на эту картинку, то она откроется на 10 экран. Там есть ещё инструмент лупа, который позволяет нам рассмотреть все детали этих фотографий. С левой, в левой части экрана у нас находится содержание. И, как вы видите, мы стараемся вам рассказать о стране максимально полном, максимально подробном, то есть не только о самых интересных направлениях, которые существуют, которые мы все хорошо знаем, но и о тех, которые как бы ускользают немножко от широкой публики, а тем не менее они очень интересны, прекрасны в какой-то своей степени. Ну, например, не все, как мне кажется, знают о том, что в Турции существует большое количество природных памятников, памятников архитектуры римского, простите, греческого периода, памятников византийской эпохи. Они разбросаны по всей территории страны, и, конечно же, познакомиться с ними людям, которые изучают историю искусства, конечно же, было бы очень и очень интересно. Мы фокусируем еще внимание на таких моментах, как давайте посмотрим на следующем слайде, это Турция в цифрах, это Турция турецкая кухня, это советы путешественникам, это такая страница инфографики, которая очень легко воспринимаются читателями, особенно школьникам, и впоследствии они могут быть применены как на занятиях по некоторым учебным дисциплинам, так и просто быть использованными уже в ходе непосредственно путешествия по стране. Следующий слайд, это у нас Япония, она построена по тому же самому принципу, единственное, что здесь, как вы видите, добавлен фасет автора страны, и таким образом мы хотим связать не просто географию, культуру, обычаи, страны, но связать их с изобразительным искусством, с художественной культурой. И вот если мы перейдем в этот фасет, то мы увидим очень большую подборку, сформированную по национальности художника. В некоторых случаях мы добавляем сюда не по национальности мастеров, а по тому славу, какому государству они составили, то есть где они состоялись как художники. Но таких мастеров очень мало, в основном мы формировали эту выборку по принадлежности автора к той или иной стране. Но как вы видите, они тоже основаны по принципу каруселей, которые можно просматривать как на самой странице, так и переходить непосредственно к странице того или иного автора. Следующий проект, этому проекту уже больше года, но он пользуется такой заслуженной любовью в первую очередь школьников. Это арт-хронограф путешествия в историю и культуру человечества. Здесь представлены ленты времени развития культуры 15 стран самых известных, которые так или иначе внесли свою лепту в развитии общемировой культуры. Назову только некоторые это Древний Египет, Греция, Древний Китай, Россия, Франция, Византия, Германия. Также мы сделали отдельную подборку по Голландии и Фландрии, которая, конечно же, в 17 веке подарила миру уникальные произведения искусства. Теперь вы на слайде видите, как выглядит отдельная лента времени, в данном случае для Древней Греции. Это такие ленты разноцветные, которые уходят в глубину экрана. Ленты каждая имеет закрепленный за ними цвет. Это красный, желтый, бирюзовый, зеленый и синий. Это архитектура, живопись, культура, литература и музыка. То есть основные виды искусства. И когда вы будете прокручивать мышку, то эти произведения искусства будут двигаться на вас, подъезжать к вам, и вы сможете читать в литературе имя автора, в произведениях искусства название самого произведения, автора, если он известен, и год его создания. Для того, чтобы пользователям было удобно соотносить как развивалась культура, по какой причине она менялась в какие-то свои этапы, мы здесь сделали специальную линию, посвященную истории, потому что история, она неразрывно связана с культурой каждой страны, и культура в первую очередь откликалась на те события, которые происходили в ее истории. И таким образом, как на занятиях по разным видам, по разным предметам, можно сопоставлять это прямо в классе, какие-то искать закономерности, так и это можно по этой шкале давать задания студентам, школьникам, ну, в принципе, и сами студенты могут готовиться к зачетам, экзаменам, помимо того, что мы можем смотреть в таком формате, формате 3D, нашу шкалу времени, есть у нас еще вот такой элемент, это та же самая шкала, только представлена уже не в 3D, а в 2D, и здесь мы видим такие разноцветные точечки. Цвета этих точек соответствуют видам искусства на шкале. И соответственно, мы можем передвигаться, допустим, если нам нужно быстро просмотреть только одну архитектуру, и нам не хочется прокручивать всю массу изображений, мы можем просто нажимать на красные точки, причем когда мы будем подводить мышку к этим точкам, будут всплывать подсказки с годами, и мы ориентируясь на эти подсказки, можем очень быстро перемещаться по шкале. То есть такая очень интересная вещь, сделана она в виде такой игры, как вы видите, что, конечно же, привлекает школьников в первую очередь, и они с любопытством этим занимаются и даже может быть нехотя запоминают представленную им информацию. Вся информация на шкале она ориентирована в первую очередь на персоналии, потому что именно художник, именно создатель делает произведение, которое потом прославляет и его имя, и имя его страны. Каждая карточка на арт-хронографе имеет небольшой пояснительный текст, то есть здесь есть информация, допустим, имя художника или какой-то известной личности, есть годы его жизни, и есть небольшое описание, рассказывающее только самую главную информацию, чем он прославился и почему соответственно он помещен в эту выборку. И, как видите, здесь у нас на дальнем плане помещена карточка Брюлова, и здесь мы видим главное его произведение, это «Последний день Помпей». И также все исторические карточки имеют описание для того, чтобы особенно молодым пользователям было понятно значение того или иного события. То есть мы немножечко им помогаем раскрыть тот толчок, который получила культура со стороны исторического развития. арт-библиотека. Ну и вот, наверное, самая такая важная часть арт-портала это арт-библиотека. Она тоже существует не очень долго, мы запустили в прошлом году, ну или чуть-чуть раньше. И эта библиотека, она составлена исключительно из книг, посвященных искусству и культуре. Я не буду перечислять все разделы, которые здесь есть, их достаточно много. Скажу, что здесь представлена литература как очень популярная, но популярная в смысле, что ею часто пользуются, которая была написана тем не менее в 60-х, 70-х годах 20-го столетия, но она до сих пор сохраняет свою актуальность. так и произведения опубликованы уже в 2000-х годах, 10-х, 20-х, что, конечно же, представляет большой интерес для читателей, которые пользуются этой библиотекой, потому что при написании выпускных квалификационных работ, ну и в многих вузах даже при написании рефератов и курсовых работ, требуется использование литературы последних лет выпуска, и вот арт-библиотека, она, конечно, представляет такую уникальную возможность своим пользователям. Ну и еще раз подчеркну, что здесь большой тематический разброс, то есть ну фактически, мне кажется, можно найти работы, книги по совершенно разным тематикам, которые вас могут заинтересовать. В настоящее время в арт-библиотеке представлено около четырех тысяч изданий. Ну вот здесь, на этом слайде я сделала такой небольшой коллаж для того, чтобы показать насколько разные издания у нас здесь представлены. Это и научная литература, это и журнальные публикации, это и художественные альбомы, и монографии, и словари, то есть ну все совершенно-совершенно разное. И вот так вот выглядит карточка на книге. Здесь мы сохранили все выходные данные для того, чтобы вы могли при необходимости составить и включить эту книгу в список используемой литературы, в биографию или в цитату, куда нужно. Вот. И здесь же есть подробное описание, тут нотация книги и есть кнопка читать, которая будет доступна только лишь для пользователей, которые приобрели подписку на сайт. Ну и на самом деле мы с вами подошли к концу моего выступления и вот в заключении я хочу рассказать вам именно о подписке. на сайт стоит она 800 рублей на полгода. То есть приобретая подписку за 800 рублей вы получаете возможность доступа ко всем тем проектам, о которых я вам сегодня рассказала. Ну на самом деле я затронула не все, только самые ключевые, самые интересные, на самом деле их на сайте много больше. И вот еще раз подчеркну, приобретая подписку вы можете пользоваться арт-порталом свободно, никаких закрытых страниц перед вами не будет. Подписка стоимостью 1400 рублей она дает вам право пользоваться контентом нашего сайта сроком на 1 год. Эти цифры актуальны только для физических лиц. То, что касается юридических лиц, то если вы хотите для организации или библиотеки оформить подписку, то вам нужно обратиться к нашему менеджеру, который вас проконсультирует по этому вопросу, познакомит вас со всеми акциями, которые в данный момент будут происходить и посчитает вам стоимость подписки, которая будет учитывать все возможные самые лучшие для вас варианты. Также на этом слайде я представила выходные данные издательства, по которым вы можете с нами связаться по всем возникшим у вас вопросам. На этом я хочу закончить свое выступление и поблагодарить вас за внимание. Спасибо. субтитры и Продолжение следует...